Поселок Управленческий, улица Коптерская, 7. Работы по благоустройству дворовой территории идут полным ходом. Сделать нужно немало, обновить асфальт во внутриквартальном проезде и на тротуарах, расширить парковочные карманы, установить детскую площадку. После обновления локации жители смогут ставить на парковке у дома порядка 15 машин. Подрядная организация работает с опережением графика, к середине июня обещают завершить работы. Мы здесь увидим комфортную городскую среду для жителей. Все для жителей делаем. Также с жителями общаемся, их пожелания учитываем. То есть стараемся работать конкретно прямо с населением. Здесь будет полноценный, хороший, удобный двор. Сейчас жители дома номер 7 по улице Коптерской наблюдают за ходом работ и ожидают их окончания. Инициатива жителей – важные условия для успешной реализации проектов благоустройства. Они участвуют в создании дизайн-проекта, совместно расставляя приоритеты в вопросах преображения своего двора. Как жители этого дома дождались реконструкции двора. Наконец-то наш дом попал в программу «Комфортная городская среда». О чем очень радуемся, говорим спасибо администрации. Да, определенные трудности и сложности возникают и неудобства. Но если мы жили до этого длительное время в условиях, когда асфальтовое полотно уже плыло, когда не было парковочных мест, когда не было детской площадки, я думаю, что в принципе месяц потерпеть работы мы как бы в силе. Напомним, что работы проводят по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Все проекты благоустройства в Самаре реализуются при поддержке губернатора региона Дмитрия Азарова. Здесь будут устроены дополнительные парковочные карманы, новое покрытие дорожного полотна, реализованы входы в подъезды и размещена детская площадка с элементами детского оборудования, соответственно, и резиновые покрытия. По программе содействия в этом году планируется реализовать два объекта. Это поселок Береза и поселок Красная Глинка. По программе «Твой конструктор двора» в этом году запланировано три объекта. Это у нас крутые ключи, шведская Слобода и тоже поселок Красная Глинка. В 2022 году в областном центре только по нацпроекту обновили 56 дворов, а в наступившем в 2023 году планируют благоустроить еще 50 во всех районах города. В Самаре при участии горожан новую жизнь получат не только дворы, но и общественные территории. Так у самарцев есть возможность определить территории, которые благоустроят уже в следующем году. Проголосовать за любимое общественное пространство можно на платформе 63.городсреда.ру по 31 мая. Проекты-победители будут благоустроены в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Елена Черневская, Николай Сидоров. События.